ТОП 5 проектов КРМП мобайл на андроид. Наступил 2024 год, во что поиграть на телефоне? Где можно хорошо стартануть и по кайфу провести время? Сегодня в этом видео я покажу тебе, как изменились мобильные КРМП проекты. Let's go! Первый, куда я зашел, это, конечно, BlackRush. Это самая популярная копия GTA с карты криминальной России. Здесь более 70 серверов, на каждом 1300 слотов, и они полностью забиваются, плюс еще и очередь бывает. Как только выбрал одежду, при старте предлагает пройти обучение, чего ранее здесь не было. Йоу, Сиджей, дядя Михалыч, к тебе подходить? Здесь даже была попытка сделать кат-сцену, как в сингле, но ее в сути не понял. Сим-карты BlackRush? Зачем они мне? Обучения как такового по интерфейсам, по управлению здесь нет. К Михалычу подходим, и он предлагает привязать аккаунт в кат, тг. Михалыч, мне это не надо, дай обучение. Если к нему подойти с другой стороны, то уже начинает общаться по-другому. Уже и телефончик мне подогнал, и работу подыскал. Вас телепортируют в мопед, и при выборе работы дают еще и 2000 вирт со старта. Поехали до завода. Шумахеры здесь, конечно, те еще. Смотри, как надо... Это что сейчас было? Это как он так сделал? Я что, умер? Я не знаю даже, что и сказать, то я к такому был не готов. Я впервые такой мув вижу. Подъел картошки фри. Давайте покажу вам настоящий путь бомжа. Пилюлю дали, выхожу на белый свет, попкорны тут. Звуки как были странными, так и остались. Снова бритвы одни везде шумят. Поехали на завод. Тут даже, когда выстрелы какие-то идут, не понимаешь откуда. То ли в тебя стреляют. Кажется, тут вообще в другой стороне была перестрелка. Или стоп, не они. А ну. Короче, тут только из больницы выходишь, и начинается контр-страйк. Все ходят с оружием, как на дем-арене или на дем-сервере. Где полиция? Куда она смотрит? Ухудшение атмосферы 100%. Уровень РП вообще забейте. Заходит огромное количество людей, которые... Ну, просто прикалываются, мешают играть. Никого не трогаешь, а уже второй обзор на этом проекте и опять меня убивает. Но вот Дима Казаказакашев, ты где? Как тебя тут увидеть? Наконец-то я доехал до завода. Здесь сделали новую локацию. Я тут главный, работайте мои рабы. Чувствую, сейчас будет весело. О, еблан! Шакал ебаный! Ты нахуй! Пошумим, блядь! Я задание, шакал ебаный! Эта битва будет вечной, пока телефон не сядет или не позовут родителей кушать. Че, покатаемся? Украл мопед, так еще и взорвали. Чикеры вонючие. Я активировал промокод MORGAN, и мне дали Bentley на 24 часа с крутыми скинами. Соль, сахар. Осуждаю. Вы слишком далеко от места, где припаркован ваш транспорт. Машину с промокодом я не могу сразу возле себя загрузить. Зачем мне ее тогда вообще дают? Еще и 300 рублей потратить, чтобы найти бонусную машину. Дядя на слоте геймдезигнера. Где ты? Смотрю, навигатор, а тут он мне предлагает объехать весь город. Ты ж не Яндекс.Карта. Укажи нормальный путь. Вот, я вижу ровную дорогу. Правила ПДД запрещают что ли ездить по полям. Кто шарит? Комментик оформите. За полминуты доехал. Это что сейчас было? Наверное, не ожидали, что кто-то по полям ездить будет. Весь этот путь я проделал ради бонусной Бентли на 24 часа по промокоду. Неплохая тачка, согласны? У вас отсутствует необходимая категория водительского удостоверения. Поиграл я больше, чем достаточно в эту игру и готов отметить самое главное. Самое главное что? Онлайн. Если хочется поиграть по фану, здесь всегда найдется контент и для ютуба, и для обычного обывателя, где вы найдете 1300 полных слотов, как не здесь. По онлайну оценка максимальная, 5 баллов безоговорочно. Что касается атмосферы, рпшников здесь очень мало. Сам проект, он не позиционирует себя как рп проект и никаких вообще вопросов к ним не должно быть, никто и не обещает это рп. Правила какие-никакие имеются, чтобы вообще не было тут беспорядка. Но если смотреть комфорт игры, демо очень много на каждом шагу и это без преувеличений. Где есть живность, вас всегда встретит либо с шотганом, либо с деглом. Поэтому, что касается атмосферы, здесь тройка железная. Экономика. Не являюсь экономистом, но фармить верты в этой игре умею, особенно на Блэкраше. Полтора года назад, когда я еще играл на этом проекте, у меня были бизнесы, техцентр, шиномонтажный центр. Была еще топ-1 ТК по заказам на сервере, АЗС в Егоровке. В общем, вертов хватило бы на весь сервак. Семейный автопарк тоже, там мы 98 недель подряд лутали топ-1 семей. Слотов было более 200 на семейный транспорт. И только всяких ужасов штук 70 было. Короче, если все продать, там выходило около 10 лярдов. Я на 100% могу сказать, что если вы не успели поймать топовый бизнес на открытии, ваша игра будет ограничена. Тут происходит дикий дисбаланс между игроками, которые покупают бизнесы на открытии за тот же донат. В вертах там реально лоупрайс выходит. И теми, кто заходит уже потом, играет, работает. Я вообще не парился, поймал чиптюнинг, он потом стал техцентром. В день где-то приходило по 40 лямов. Зарплаты вам тут не позволят поймать какой-то топовый бизнес и почувствовать себя полноценным. Бизнес купить для активного игрока вообще невозможно. Максимум, что вам светит, это ларьки с финкой, как один заказ в транспортной компании. Или какая-нибудь закусочная, где финка два заказа в ТК. Покупаемость два года. И здесь нет никакой альтернативы, чтобы каждый мог построить свое дело и не зависеть от этих донатных акул. То есть, если донатишь почку, ты самый жесткий тип на сервере. Не донатишь, ты микро-челик, поэтому только три с половиной. Только три с половиной. Что касается геймплея, игровой части, вот эти системы, обновления, сама игра по ощущениям. Вот как ты бегаешь, прыгаешь, работаешь. В общем, как ты играешь. Систем тут хватает, работ хватает, фракции сделаны. Ивенты тоже есть достаточно много. В общем, все по фэн-шу и как и должно, в принципе, быть на любом проекте. Здесь также стоит отметить, что все эти обновления, они хорошо продуманы, хорошо оформлены. Сделаны интерфейсы каждой системы. Интерьеры. Вот как работают на BlackRush с интерьерами, мне кажется, пока еще никто не работает. Довольно редко здесь происходит обновление. Одна обнова в год, сбавили темп, используют старые заготовки в ивентах, переносят мини-игры с одной системы в другую. И вот эти ивенты из года в год, что Новый год, что Хэллоуин, все то же самое. Акцент больше на машинах, потому что это дорого по вертам, хорошо освежает экономику. И на боевых пропусках, потому что это выгодно. Им уже тяжело дается обновление игровой моды. Даже взять новогодний ивент, вот эти подарки, казалось бы, миллион тестеров, никто не спал ночами, а по итогу баг на ровном месте с этими подарками, из-за которых начали блокировать аккаунты. Весь сервер их собирает, прокачивают елку, тратят донат, а по итогу всем участникам дали платину VIP на один день. Очень щедро. Но есть боевой пропуск, в котором топовые машины, его можно раскручивать везде. Что не пост, то блэк пасс, тут блэк пасс, машина, машина, еще одна машина и все опять же в блэк пассе. Жесть. Из-за того, что здесь не используется сампорский движок, мне лично не хватает той плавности, которая есть вот в движке GTA SA. Прыжки, падения, сами движения персонажа здесь они топорные. Я вот сколько не заходил сюда, ни разу не брал еще дигл, не стрелялся здесь на захватах. Как только посетил первый капт, меня откинуло сразу к тем GTA, которые в плеймаркете, знаете, там такая же физика. Звуки, они очень резкие, очень большой шум создают на всю зону стрима и ты не можешь определиться и понять, кто откуда едет, откуда стреляют. Поэтому только 4. Что касается оптимизации, данная игра самая оптимизированная. Если брать мобильные проекты, да и наверное в целом все GTA, которые есть на телефоне, здесь разработчики очень хорошо постарались. Вот кто работал с клиентом, это не самовский клиент, который использует все проекты. Здесь самописный клиент, оптимизация отлично. В плане лагов, FPS вообще никаких просадов, тут пятерка сходу. Поэтому сюда и заходят, даже с калькуляторов, есть возможность поиграть с айфона. Народу много и в совокупности заслуженно данный проект занимает первую позицию в топе. Переходим ко второму проекту, это Grand Mobile. Давайте поиграем. Тут, кстати, прикольно сделали, анимированный загрузочный экран и с каждым процентом раскрывается картинка. Начальные скины предлагают не бомжиков, а достаточно опрятных ребят. Я бы еще тут поворот камеры по умолчанию отключил, а то они в сторону смотрят. Мне предлагают познакомиться с интерфейсом игры. После этого нужно подойти к дяде Косте. Сколько лет, сколько зим, давно не виделись. Братан, я тебя вообще впервые вижу. Он мне еще какой-то перекус предлагает, затем какой-то замок на велосипеде открыть. Не знаю даже, что от него можно ожидать, но вот на изи замок открыл. Что ты сам не мог? Кстати, мой сын Иван работает управляющим вокзала. Он поможет тебе обзавестись полезными знакомствами. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Покидаем территорию вокзала и нас встречает. Добро пожаловать. Его почему-то чат перекрывает. Никаких связей, знакомств мне не предлагает дядя Костя. Обманул. Я сейчас стою и не знаю, с чего начать. Бросили меня все. Ну что, давайте попробуем прописать команду SlashQuest. И ничего. Ну ладно, буду как соло-плеер. Все подобные игры начинаются с аренды мопедов. И эта игра не исключение. Аренда скутеров. Вы хотите взять в аренду скутер. Да, друг, за 100 рублей погнали. Ой, ой, что-то не похоже на скутер. Я еще перевернулся. И сломалась машина. Потратил еще 100 рублей на скутер. И тут уже заспавнило как надо. И права не нужны. За красный не штрафуют? Давайте проверим. О, не штрафуют. Хорошо. Вот это небоскреб. Машина казенная, можно и по ступенькам. А, это правительство. Интерьер здесь просторный. Самповский скин Якудзи семью создать предлагает. Что за движ париж? Деньги раздают? А ну двигайтесь. Сотрудник паспортного стола. А, мне паспорт дали. Сходу и не догадался бы. Безработный, зато красивый. Я нашел в главном меню задания. Квесты для новичков. Общие квестовые линии. Ежедневные задания. Заправить машину. Выиграть Blackjack. Ну, это мне не подходит. А вот квест новичка. Время подкрепиться. Где нужно съесть шаурму. А, что за скам? Где мои деньги? Почему мне не дали 1500 вирт и 1 XP? Или тут нужно было просто в закусочную заехать? Поймал штраф за скорость. И для меня это, кстати, шо. Потому что я-то за красный даже ничего не получил. Стараются какие-то тематические развлечения сделать. Я так понял, большое количество людей находится в игровых режимах. Получается, вас переподключают на отдельный сервер Арена. Тут игроки с разных серверов. Вот, например, с 32-го стоит. Другой тоже бегает. Хороший такой интерьерчик, кстати, для ожидания. Лионели Пепси с 14-го сервера. Вот он. Появляюсь в лабиринте. Правила игры, конечно же, не считаем. А сразу на рандоме натыкаясь на первый сундук. Выход находится в стороне номер 1. А я в третий забежал, да? Значит, бежим вот в первый. Вы начинаете замерзать. Теряете свое здоровье. Какое закаленное. Смотри, какие мышцы. Этот сундук оказался пустым. Вот это история. Заскамили на подсказку. О, все, нашел я выход, ура. Вы успели найти выход. Вы будете возвращены на сервер через 3 секунды. И все? А деньги? Или какой-то приз? В чем суть Ивинта? Я не понял. Ладно, давайте посмотрим другие. Ты что машешь с кулаками? А, он с 13-го сервера. Там, походу, все такие. Еще один. Куда полез? Ой, вы это не видели? Бан вам 7 на 7 дней. Ты что, снич? Ты что там сидишь, фрапсишь? Таймбры писать не забудь. Марио Болотели опять флудит. Его просто со всех сторон. Не, ну а что он сразу жаловаться? Во-первых, тут спав находится. И скины крутые выдают. Какая разница, дм, не дм. Все равно ждать приходится. Разработчики зеленую зону-то не сделали. Значит, драться можно. Опа! Картинги. Стартуем. Шпэнс, шпэнс. Вот эти гоночки мне понравились. Тут неплохую карту они для картинга сделали. Поначалу сложно было управлять, но уже спустя круг. Углы не цеплял. Познал стиль вождения на этой штуковине. И даже смог залутать 3000 вирт. Дальше я увидел каких-то бандитов. Не были они мне рады. И уже через 3 секунды какой-то чел с щитом капитана Америки решил пострелять в меня. Он не мог впритык по мне попасть. И, конечно же, как жесткий тащер, связал мне руки. И стоячего отправил в ЦБ. Хорош. Скилл или ему повезло? Пишите в комментариях. Опа, Лиза под Лиза. Походу денег просила. С меня нечего было взять, поэтому долго она не танцевала. Вы в наручниках, связаны. Хотя я не связаны, я чувствую себя хорошо. Больше мне здесь нечем заняться, поэтому переходим к матрешке. Вот эта заставка нам не напоминает эпизод 1. Здесь бы еще памятник вот этот разместить. И точь-в-точь голодные игры будут. Я опытный РП игрок. Я новичок. Конечно, я новичок. Сразу активировали за меня какой-то промокод. После одного часа игры дадут 30 тысяч 4xp. И машину временную. Заманчиво, заманчиво. Ты голоден. Тебе нужно перекусить. Почему все сходу думают, что я голодный? А мне 88 килограмм мышц. Приготовить еду? Что это сейчас было? У меня крашеного на начальном этапе. Я не верю. Я не верю, что такое бывает в популярных играх. Я перезашел и во второй раз все окей. Только почему-то куда-то я перемещаюсь. Шаурма использовать. Не успел съесть кусочек, а уже Вова просто так не звонит. Привет, это Вова. Помнишь наши дельцы? Тут долю пытаются отобрать. Какую долю? Я бомжар, алё. Меня уже в какой-то движ вписали. О, это что так специально сделали? Куда идти или просто стиль? Смотрите, какую машину при старте показывают. Ну, прям манит поиграть. Звуки, кстати, здесь поприятнее в разы. Вот за что я люблю движок GTA. Доехал до метки кое-как. Эй, чушпаны, вы сейчас чуть на бабки не влетели. Сейчас выйду по шапке каждому дам. Этот черт в маске вообще не знает, куда бензин заправлять. Ты где его нашел? Сигарету куда кидаешь? Ой, дурак. Вы хотите сказать, что этот чуматик меня вырубил? И вообще, зачем он бросил на машину сигарету? Он что, Литвина пересмотрел? Паршиво вышло. Ни прав, ни денег, ни машины. Твои же дружки были. Сам меня позвал, сам обокрал. Идея очень сильная. То, что добавили мини-скетч, связали с игрой. Я думал, там какая-то реклама, как в сериалах. Смотришь, и внезапно скример хопает. А здесь прям вот, ну, прикольно сделали. Вова мне хочет одолжить машину, но без лицензии он мне не доверяет. Поэтому бери скутер и дуй в автошколу. Сажусь к рандомному бомжу. Это оказался Олег Нечипаренко. О, о, сори, мэн. Хаунтед фэмили, все дела, я понял. Сейчас еще вся Испания прикатит. Случайно, нига. Пацаны, давайте дружить. Кезару, это ты, что ли? Пацан, давай подружимся. Админ, ты? Пацан, давай подружимся. О, целевая. Давай приколемся, рулетку русскую сыграем. Но так, чтоб не один, а шесть патронов в барабане. До автошколы путь долгий. И как только увидел автобусную остановку, подумал, что здесь можно сесть и отправиться к ней. Но, увы. Тут какая-то темка. Хм, как бы вам объяснить? Сквозь машины хожу. Это такая задумка? Что? Странно. Вижу игрока на бонусном гелике. И прошу его подбросить до автошколы. Но друг Олег сказал, что машина сломана. Кореш, ты тут вообще? Мы поедем сегодня? Он, оказывается, уснул за телефоном. Ладно, придется менять пилота. Сейчас, как гаишник, встану. Эй, ты на зазике. Останавливаемся. Прижимаемся. Ты, ты. Sit down, please. Держим путь в автошколу. Азраиль Барахоев. Вот он меня реально довез. И путь наш занял, наверное, минуты три точно. Бартан, честно, будешь играть на LifeRash и подгоню тебе тачку. Реально выручил. Спасибо. Захожу в автошколу. Сразу с ходу введения. Теория. И что самое интересное? Туалеты. Ой, нет. Теорию сдавать не надо. Прикиньте. Ну что, время подвести итоги по двум проектам. Разделим по местам. Оценка будет касаться только этих двух проектов между собой. С BlackRash и сравнивать их не будем. Им еще далековато на нее. GrandMobile уже открыли 31 сервер. Матрешка 29. Но, например, зайдя на матрешку, нельзя посмотреть, сколько игроков на каком сервере играет. Осознанно скрывают онлайн. Конкретно самого сервера. Я вот захожу в игру. Таба здесь нет. И только с помощью команды SlashPass могу определить примерное количество людей на сервере. Время 3 часа дня. Указан мой ID. Давайте посмотрим ID 450. Игрок находится слишком далеко. Это означает, что он находится на сервере. 477. Данного игрока нет на сервере. 465. Такой игрок есть. Окей, значит, примерно онлайн здесь до 400. Ну, окей, до 500 человек в данный момент. У GrandMobile с этим попрозрачнее. Где-то 500 человек, где-то 300. В такое же время. Но, в принципе, играбина. GrandMobile нужно отдать должное, что в целом они закупают. Активно рекламу у блогеров, которые никак не взаимодействовали ранее с данной игрой. И это повышает общий онлайн. Дает популяризацию вообще мобильному КРМП. Поэтому здесь оценка. Grand 4, матрешка 3.5. Атмосфера на сервере. По крайней мере, на матрешке я не сталкивался с ДМом. Как мне показалось, матрешка помягче, дружелюбнее. Заходишь, там, киндеры войск кричат. Давай дружить, давай вместе играть. На Grand The Show, не знаю, один флудит, ЖБ напишу на ДМ. Второй тебя пинает, третий. Ну, в общем, объективности это никак не прибавляет. Поэтому просто по четверочке за глаза. Экономика. На сайте матрешки есть прикольная тема. Функция карта. Можно посмотреть бизнесы, дома, гаражи. Если первые сервера тут все красное, то более новые сервера с меньшим онлайном. Уже виднеется на карте много зелененьких гаражей. Домики стоят по ГОСу. Что касается Grand, он мне показался слишком дорогим. Здесь больше уклона на донат. Но, опять же, рекламу-то нужно окупать. Да, то Литвин, там, Вейк, этот, блядь, как его, Вилсаком. Тоже за 30 секунд, я вам скажу. Недешево это нужно как бы окупать. Играбельность. Мне матрешка очень зашла. Она проработанной. Вот эти новшества, которые там на начальных этапах. Звуки, приятный интерфейс. Ну, красота. Я раньше ее хейтил. Причем так нормально. Там какой-то полубриллиант был. Худ. Все фиолетовое. Сейчас захожу и цепляет. Проекту уже несколько лет. Занять игрока есть чем. Определенно. Чего не хватает Grand. Он отстает конкретно по системам. Побольше нужно работ, фракции. Насыщать саму игру. А то еще пару месяцев и покажется, что ребята по моду и не справляются. Матрешка определенно здесь на балл выше. По оптимизации. Ребят, для этих проектов движок GTA SA. Пока вот на этом движке они существуют. Будут испытывать определенные проблемы. Вечные краши на каких-то устройствах. Вот тут в официальной группе лайкуют достаточно большое количество людей. Какие сервера? Фиксити краши. На Grand Mobile такая же тема. Но по лагам не сказать, что ощущается. Вроде нормальный там и там. Может быть у меня телефон нормальный. Поэтому 4 матрешка, 4 Grand. Серебро забирает матрешка. Grand пока догоняет, наступает на пятки. Мотивацию поднять. Это были тяжеловесы, которые имеют множество серверов с онлайном. Кто-то может быть хотел увидеть еще и Hustle Online. Но данный проект не могу назвать мобильным проектом. Потому что это Radmir RP. ПКшный проект. И онлайн там завязан далеко не на телефонах. Он всю жизнь был ПКшным проектом. Но в качестве улучшения самого проекта, расширения, еще вышла и версия на iOS. Были бы отдельные сервера только на телефон. Можно было бы внести список. Поэтому переходим к легковесам. Проекты, которые когда-то были популярны. Или которые не так давно открылись. Начинают свой путь. И тоже есть что показать. Четвертое место, ребят. Это, если брать по общему онлайну, Парвих RP. Это один из первых мобильных проектов. Но по итогу, вместо роста большого онлайна, 9 серверов когда-то были заполнены. А сейчас имеет общий онлайн до 1000 человек. Это если разделить 1000 там, ну 1200 на 9 серверов, это будет по 120 человек на сервер. Такой онлайн, конечно, маловат. И будет скучно играть. Особенно во фракциях. Уснул, проснулся, бомж. Это что, путь бомжа на Барвих RP? Я отошел на пару минут и уже попал в спящую комнату. Бомж без мопеда, не бомж. Я выставил тут все на 100, но все равно какой-то прикол с графикой и еще и крашеного вдобавок. Попытка номер 2. Жму выбрать дом. Он меня опять на вокзал отправил. Ну ты даешь. Я заметил здесь аренда транспорта, кому-то принадлежит. Думал, что какая-то парковка может. И как только добежал до конца, заспавнились машины. И я понял, что это каршеринг. Тут оказывается владелец может припарковать машины для аренды. Насколько это сделано просто, но полезно. Ни одна машина, правда, недоступна, но, видимо, ими уже кто-то пользуется. Увидел автобус с пикапом. Транспортировка до начальных работ. О, водолаз появился. А ну. Ничего не платил. Мне сказали, что буду отправлен к водолазам. И этот автобус реально меня довез. Казалось бы, банально, но полезно. И, блин, мне это нравится. Аренда лодок. Я так понял, для работы нужно арендовать лодку. 10 штук в наличии. Используйте Alt. Alt на телефоне. Я не знаю, клиент тут явно отстал на пару лет так точно. Самая дешевая надувная лодка за 18750 рублей. У меня таких денег нет. Нажал арендовать, и мне пишет стоимость аренды 250 рублей. А вот это не понял. А ну-ка, давайте лодку JetMax за 37000. Стоимость аренды 250 рублей. Это получается, что в банке деньги должны храниться или как? По крайней мере, вообще никакой инфы не вижу. Тоже пусто, ничего не происходит. На радаре я увидел другие значки. Стоит тут моряк Папай, Владимир Катамаранов. Какие-то цифры, картинки. Вы успешно устроились на работу водолаза. Это хорошо. А что делать дальше? Накиньте каких-нибудь подсказок, что ли. Админскват по-любому шарит. А, тут темным текстом написано задача добывать устрицы. Сдача устриц, заправка баллона. А мне, что ли, баллон еще нужно купить? Что-то и не то делаю. Прием устриц идет партиями от 5 штук. Есть кто живой? Помогите разобраться. Куда я только не забегал? Наживки, удочки, баллоны где? Кажется, мне здесь не поработать. Как работать водолазом? Может, они подскажут? Оцените работу Carl Engines. Это что за скримеры? Какой я должен оценить? А, тут только после закрытия окна я вижу ответ. А как? Я должен сначала оценить, а потом только ответ посмотреть. Здравствуйте, подойдите к персонажу. Приятной игре. Ну вот и как мне его ответ оценить? А, вот он где этот проход. Капец, как я его не мог не заметить? Снаряжение и скин. И баллоны. Во, теперь можно плюхаться в воду. Идем искать устрицы. Ну тут целое подводное царство. Только я не могу найти устрицы. Как они тут выглядят? Какие-то баллоны стоят. Это что? Устрицы где? Все щели проверил. Вообще пусто. Минут 7, наверное, точно тут болтыхаюсь. И пачка сода. Стой, стой. Как собирать? Я сам не знаю. Что за день? Вроде это прикольно. Тут и пещеру такую атмосферу мы сделали. А вот как работать? Что, где находится? Это, наверное, не отталкивает новеньких игроков. Короче, вышел из здания. Я передумал быть водолазом. Что хочу сказать по Барвихе. Да, было когда-то прикольно. В целом-то можно было бы что-то из этого сделать. Но, видать, не хватает какой-то активной команды разработчиков. Мельком видел новости, что пытаются делать обновления. Может быть, что-то из этого и выйдет. Но история показывает, что планку в 100-200 онлайна очень сложно поднять. И, скорее всего, тут будут закрывать сервера. Проводить какие-то переносы. И по итогу все это непонятно, что может превратиться. Но там уже что будет, то будет. Итак, ребят. Сейчас attention. Для тех, кто ищет альтернативу, где поиграть. Очень достойный вариант. Проект LifeRush. Всего один сервер. Но онлайн здесь стабильный. Доходит до 500 человек. Есть с кем поиграть. Здесь вам предлагают начать игру подросткам. Марат, Пальто, Вова, Адидас. Но можно также и начать путь бомжа. После создания аккаунта вам не предлагают пройти обучение. Познакомиться с интерфейсом игры. А сразу предлагают начать играть. А сбоку здесь отображаются задания. Которые подскажут, что делать на первых этапах. И помогут познакомиться с игрой. Отправляемся на ближайшую работу. Это может быть рабочий на нефтезаводе. Здесь постоянно кто-то доработает. Работа простенькая. Заполняю АЦСРну и несу бочку к меткам. Также на первом уровне можно попробовать себя рабочим на мебельном заводе. Здесь нужно собирать мебель. И кому-то она по душе. Лично для меня перенос предметов дается сложная. Сборка вот этих пазлов. Но за бесплатный душ спасибо. И лесоруб. Если здесь прокачивать скилл, то это самая выгодная работа на первых уровнях. Вообще работы сделаны на этом проекте таким образом, что даже опытные игроки могут с вами здесь работать. Потому что это выгодно на любом уровне. Можно быть и водителем мусоровоза. Опустошать баки и получать не меньше, чем тот же самый эвакуаторщик, который эвакуирует транспорт на штрафстоянку. Список работ он обширный. Тут есть и спасатели, пожарные, инкассация, шахтер. Интересная работа. Ваша зарплата напрямую зависит от вашего навыка рабочего. Если вы хотите получать больше, чем остальные, прокачивайте навык на той работе, которая вас привлекает. Работать на нелюбимой работе это не порядок. Игра вас учит работать там, где вам нравится. Заработанные деньги всегда есть на что потратить. Здесь есть разные машины, и спорткары, и оптичесные, автопром. Есть и мотоциклы. Также можно прокачать машину, винилы, подсветка. Тут, кстати, несколько типов. Тонировка, фары. Внешку можно изменить до неузнаваемости. Бизнесов тут достаточно, но их не может быть много. Довольно-таки сложно будет новичку что-то приобрести. Но есть возможность построить бизнес, как говорится, своими руками. Имея дом, вам открывается возможность построить теплицу нескольких уровней. Нанимать садовников и заниматься фермерством. Очень выгодное дело, можно лутать в день не меньше, чем получают владельцы топовых бизнесов. Если нет времени работать или подустали, то есть возможность сдавать теплицу в аренду. И тоже получать за это неплохие деньги. А насчет гаражей. Здесь можно построить майнинг-ферму и начать заниматься криптой. Стать криптомиллионером. Майнинг здесь не дешевый. Необходимо вложиться где-то даже донатом. Но здесь есть возможность проходить задания. Есть большой список достижений, за которые дают бесплатный донат. Развлечений пока не так много на этом проекте. Имеется игровой центр, но он занят только гонками. И есть еще подземелье, где игроки раз в три часа собираются на охоту. Чистят кладбище от зомбаков. Затем подземелье от прочей нежити. Проходят уровни и устраивают рейды на босса. Одолев его, ваша команда получает золото, которое можно потратить в лавке чередея на уникальные предметы. Вообще администрация довольно часто проводит МП. Из минусов тут, конечно, еще нужно работать над тем, чтобы не лагало на слабых устройствах в людных местах. Обновлениями здесь, кстати, не огорчают. Небольшой спойлер ближайшего обновления. Это система питомцев, которые будут сопровождать игру. Можно будет их дрессировать. А какие-то животные могут даже принести и прибыль. Ну и, конечно, боевой пропуск вместе с запахом весны обязательно появится. Это был топ-5 мобильных проектов в 2024 году. Год только начался и еще по-любому будут изменения. Ну а если тебе нравятся подобные игры, зову играть тебя вместе со мной. Подробнее в моем телеграм-канале. А на этом все. Всем спасибо и пока.